Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья! Доброй ночи, подписчики и просто зрители моего канала! С вами, как всегда, я, ваш любимый Личи, и сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля 2! И сегодня, под вечер, у нас свершилось очень крутое событие, которого мы ждали. Сегодня нам вышло в бета-тест новое обновление, под названием которого мы еще пока что не знаем. Поэтому давайте уже, собственно говоря, вместе с вами нажмем на кнопочку скачать, обновить точнее, и будем смотреть, что же там у нас вышло. Пока что в нового у нас нет информации, что это за обновление, потому что оно в бета-тесте. Я сейчас не знаю, что я качаю, 80 мегабайт, не такое большое, поэтому пока оно качается, хочу показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. Ну а что? Собственно говоря, загрузочка, все закончилось. Я попрошу вас, каждого из вас, поставить лайк на этот видос. Мне очень будет приятно, если вы это сделаете, и подпишитесь на канал. Будем добивать 79 тысяч подписчиков. Ребята, я надеюсь, что у нас это все получится, и все. Идем тестить. Начинаем. Нажимаем играть и запускаем игру OpenA Games. Как видите, OG OpenA Games. Экей, все круто, чики-брики. Отличненько. Загружаемся и смотрим, и смотрим, что же нас сегодня ждет в этом обновлении. Ура! Дорогие друзья, свершилось, свершилось. Мы сегодня получаем вот такие прекрасные тачки. А именно, Milady, это у нас Nissan, собственно говоря, GTR вот этот, который мы уже видели. Toyota Supra A90, потом у нас идет, собственно говоря, в машинах, название которой я уже, собственно говоря, забыл. Если я не ошибаюсь, то это Nissan или я... Че-то я в утреннем забыл. Дальше у нас, напишите в комментарии, как он называется. Реально сейчас что-то забыл. Дальше идет Porsche Cayenne и Бык. Новая Ламба. Отличное обновление. 1.40.1. Отлично, прекрасно. Я хочу просто похлопать разработчикам за то, что они сделали. Вот реально забыл название этой машины. Вот просто сейчас вылетело из головы. Не могу реально вспомнить, как оно называется. Ну ладно. Давайте. У меня просто слишком бурные эмоции. Я немножечко профукал это обновление. Только приехал домой с продленки. И давайте, собственно говоря, дальше посмотрим. Дальше. Что нас встречает дальше? У нас появляется автомойка и вилла на пляже. Абсолютно два новых крутых объекта. То есть это можно будет купить, а тут может быть машина. Сегодня мы будем все тестировать, все проверять. И, ребят, видимо ролик выйдет реально поздно ночью. Но надеюсь, что найдутся зрители, кто даже сейчас ночью посмотрит, кто не спит. С вас лайк. Дальше что у нас третье? Новые возможности Дед Мороз и Ёлки. Йоу. Вот это уже интересно. Все это будем сейчас с вами тестить. Ну и мы, в принципе, начинаем дальше. Что у нас получается? Вот такой вот у нас, собственно говоря, рейндж ровер есть купленный. Дальше что? Ну давайте запускаем игру и посмотрим, что нас ждет. Давайте все это сейчас быстренько протестим. Посмотрим, собственно говоря, автосалон. Я так понимаю, сейчас будет новый. Давайте глянем быстренько на него. И где он вообще располагается. Так, как разработчики обещали, в некоторых локациях у нас появится снег. Пока что я этого не замечаю абсолютно. Никакого снега в игре нету абсолютно нигде. И пока что вот такие вот дела. Так, давайте глядеть. Глядеть, что происходит. Абсолютно пока что я ничего нового тут не вижу на карте. Но будем сейчас стремиться посмотреть, наверное, новый автосалон. Так, где он у нас находится? Давайте глянем. Это у нас получается Альбатрос. Потом, так, что у нас? Вот он. Это получается рядом с... Так, я понял, куда в принципе ехать. Это, собственно говоря, наш такой... Был автосалон, где у нас продавались только одни эти пикапы. И там сейчас добавили новые машины. Давайте туда быстренько поедем. Посмотрим. Я думаю, что у меня точно не хватит чертежей, ни денег, чтобы купить ни одну оттуда машину. Какая из них там будет, я не знаю. Ну, давайте-ка сейчас поедем. Так, у нас тут задание Деда Мороза. Сейчас это все разберемся. Все это посмотрим. Все это... В первую очередь мы поедем на автосалон. И глянем, что у нас там происходит. Поэтому, ребят, с вас лайкос за такой видос. Не каждый день выходит обновление. И все-таки нужно все протестить, все посмотреть. Поэтому, ребят, досмартите видос до конца. Обязательно, кто в школе, кто спит, пишите об этом в комментарии. Потому что не каждый, наверное, ролик будет сейчас смотреть ночью. Тем более, в первый день. Так, вот они, елочки. Йоу, красота, ребят, красота. Что происходит в игре? Просто отлично. Мне нравится. Новогоднее настроение прям хлыщет от разработчиков. Давайте сойдем, ребят. С вас лайк мы заходим. Собственно говоря, во прекрасный... Опа. Тут, тут новогодняя музыка. Тут прям реально новогодняя музыка. И она идет откуда-то с той комнаты. Не понимаю. Либо... Либо там Дед Мороз летит где-то, но... Что-то происходит очень непонятно. Где-то как будто летает Дед Мороз. Надо будет, ребят, с этим разобраться. Но давайте посмотрим. Так, вот у нас Nissan GTR. Собственно говоря, или как он там называется. Я уже, ребят, забыл реально. У меня просто все вот... Просто вот в голове что-то с чем-то происходит. 500 тысяч стоит эта тачка. Дальше у нас вот она. Новая Ламба. Прекрасная новая тачка. Она будет стоить 500 рублей за донат. Ее может быть только купить. Дальше. Вот он наш Porsche Cayenne, который мы очень долго ждали, ребят. Он должен был выйти у нас еще совсем давно. Про него говорили еще где-то летом. И только сейчас он добрался до нас. Но уже он идет в рестайлинге. Как видите, задняя часть машины исполнена в новом кузове. Я думал, что по переду это старый кузов. Но все-таки новый. Кстати, тачка тоже топ. 500 тысяч. Отличная тачка. Вот она, Toyota Supra A90. Тоже она за чертежи. И... А, нет. Это была не Toyota Supra. Это у нас... Nissan или как он там называется. Я забыл. Chevrolet. По-моему, это Chevrolet. Это Chevrolet. Да-да-да-да-да. Я вот именно просто забыл, какая именно модель. Но это Chevrolet. Так. И это у нас Toyota, собственно говоря, Supra A90. Отличненькая тачка. В принципе, выполнена тоже в идеальном, собственно говоря, дизайне. Просто суперски выглядит. И топчик. Это реально топчик. Дальше. Что? В принципе, мы тачечки посмотрели. Ни одну из них я в данный момент купить не могу. Потому что у меня не хватает баланса. Я думаю, что это мы, как мы сейчас вопрос решим. Абсолютно как-нибудь решить его можно будет. Но пока что давайте я съездю и посмотрю, что нас ждет дальше. У нас, как дорогие друзья, вы понимаете, у нас появилась автомойка. Вот такие вот новогодние елочки. Вроде бы такое интересненькое у нас. Как бы вам объяснить положение в игре. Как бы все круто. И давайте посмотрим. Так, что тут? В автосалоне у нас ничего не изменилось. Тут новогодней музыки там нет. А елок новогодних тоже нет. Но вот она автомойка. Так, давайте посмотрим, что теперь можно делать. У нас реально открывается автомойка. Мы можем заехать и помыть машину. Серьезно? Помыть машину может быть. Опа. Машина моется. О, ребят, как же это прикольно выглядит. Йоу-йоу-йоу-йоу. А тут двигаться нельзя. То есть двигаться и выходить из машины в момент мойки абсолютно нельзя. Но это прикольно. Абсолютно прикольно выглядит. Мне нравится. И они еще двигаются, так понимаю, да? Они еще двигаются. Они закрываются. О, это кайф. Это прикольно. Абсолютно интересненько. И прям прикольно выглядит. Ребят, за это лайкос. За такое. Но мне кажется, очень долго моется машина. Очень долго. И на самом деле это, наверное, будет как минус. Но я думаю, что они в будущем исправят, сделают чуть-чуть побыстрее моечку машины. Но, в принципе, круто. Я не вижу отличия. То есть машина как была, как была чистенькая, так и есть. То есть заехать через задний вход нельзя. Только нужно через передний. И такой вот прикол. Дальше что? То есть любая дверь открывается. Отличненько. Прикольно. Заходить туда тоже можно будет. Но теперь давайте посмотрим, где у нас находится новая вилла. Мне прям интересно безумно туда подъехать. Хотя бы посмотреть мельком, где она располагается. Мне кажется, она должна быть где-то... Где-то вот тут. Ну, где-то по краю карты. Тут у нас старая вилла получается. И на берегу озера, как обещали нам разработчики. Да, я так понимаю? На берегу воды. Но пока что я его не вижу никак. Дальше какие? Изменения по карте больше пока я не вижу особо ничего. То есть та же самая карта. Нужно искать эту виллу. Потому что в данный момент я ее вообще не вижу. Ой-ой-ой, что-то меня вообще подлетело как-то в другую сторону. Ой-ой-ой, что происходит с игрой? Вот это да. Вот это я летаю. Так, остановись. И поднимись. Все, отлично. Так, теперь дальше. Мы с вами можем теперь проехать в любую сторону. Проехать в любую сторону. И просто искать ее. Потому что мы пока что ее не можем заметить. Я думаю, что она будет в городе. Но может быть она отмечена на карте. Нам нужна только она. Но пока что я не вижу. Дом. Возможно, это он и есть. Дом, 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 дом. Вот. Скорее всего он находится там. Вот что-то мне кажется, что это больше похоже на то, что нам нужно, дорогие друзья. Поэтому давайте сейчас отправимся вперед. Хотя это может быть старый дом. Но окей. Давайте погнали. В принципе, ехать не так далеко. И попробуем. Попробуем сейчас проверить, что вообще из этого будет. Что там за местность, что там за вилла такая огромная. Хотя бы одним глазком на нее взглянуть. Пока что не хватит. Но потом, конечно же, ее нужно прикупить. Да, это она, ребят. Это она. Оу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Вот это, я понимаю, огромнейшая вилла. Ребята, ну это топ. Это просто большой топовый дом. Это просто нереально крутой дом с каким-то даже фонтаном, я так понимаю. Это 800 рублей он стоит. Ну, в принципе, блин, ребята, ну это роскошь. Это действительно роскошное и крутое здание, которое просто в шок нас, наверное, всех дает. Это, я могу сказать, что это просто великолепно. Разработчики сделали реально огромную, огромную домищу. Это просто лайк, просто топ. Ой, мне аж дурно стало от того, какое сделали красивое нам помещение, где мы можем жить. И теперь давайте, наверное, съездим и взглянем. Опа, полицейская тачка заспавнилась. Давайте посмотрим на задание Деда Мороза. Мне интересно, что там именно будет. Давайте быстренько тоже его глянем, разберем так, что у нас есть в обновлении, пока что, что мы замечаем. И дальше уже будем опираться на том, что будем иметь. То есть в следующих роликах будем уже подробно разбирать каждую машину. Собственно говоря, я куплю виллу. И все это сделаем уже в ближайших днях. То есть все это будет у нас в роликах показываться. Смотреться, все это будет. Так, мы пока что подъезжаем вот сюда. И давайте взглянем. Взглянем, что у нас тут есть. Опять, опа. Тут приколдесно. Вот, походу, то, о чем разработчики говорили, что в маленьких местах будет все-таки снег. Ну почему они не могли сделать на всю карту? Ну мне кажется, это было бы не так сложно. Ой, разработчики, разработчики. Ну что ж такое? Ну блин, красиво, я согласен. Красиво, безумно красиво. Но почему они этого снега не добавили везде, ребят? Ну, ну это же топ. Ну это же реально топовое место. Ё-моё, от разработчики администратора. Колесок-то крутится, ребят. Колесо теперь крутится. Ну красавчики, ну красавчики. Могут же, умеют. Ну вот снег где? Хотя бы чтобы лед появился тут. А сейчас получается по-любому это не лед, а рабочая вода, да? Ну конечно, рабочая вода. И тут задание Деда Мороза. Так, ну-ка, что-то происходит. Опа. Я активировал задание Деда Мороза. И вот он, Дед Мороз, посмотрите. И теперь нужно ловить подарки. Опа. То есть мы берём подарки, и нам дедушка дарит 10 тысяч и 5 чертежей. И всё? Это и есть всё задание Деда Мороза? Он больше не будет появляться? Опа. Вот это было круто. Мне нравится. Абсолютно интересная и приключенческая штука. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом всё. Дальше мы завтра уже будем разбирать полностью обновление. Начнём с какой-нибудь машины. И будем уже, собственно говоря, крутиться, вертеться, заниматься всякими разными приколюхами. Поэтому, в принципе, на этом всё. Я надеюсь, вам ролик понравился. Если да, то обязательно влепите лайк на эту обнову, ребят. Извиняюсь, что так поздно вышел ролик. Я реально просто пришёл с репетиции. Сегодня очень долго мы в школе занимались. Но поэтому всё. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет Дед Мороз. Все, кто напишет слово Дед Мороз, обязательно попадёт в моё следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч.